Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет ролик с провокационным названием «Говно вопрос». Очень часто вы мне пишете и задаете вопросы, куда сливаются танки, как все происходит, куда сливаются серые воды, черные воды. Давайте я сейчас попытаюсь ответить вам на все эти вопросы. Готовы? Погнали! Ну что, друзья, давайте я вам расскажу немножечко, вообще согласно законодательству, как происходит все, что связано с черными и серыми водами. Мы с вами сейчас не будем обсуждать большие коммерческие суда, потому что у коммерческих судов все немножечко по-другому происходит. Что такое серые воды? К серым водам мы относим все, почистили зубы, сходили в душ, помыли голову, помыли руки, помыли посуду, тарелки, посудомоечная машина, стиральная машина. Это все серые воды. По регламенту на парусных и моторных яхтах до определенного размера нету возможности в хранении серых вод и нету необходимости, потому что по регламенту серые воды хранить на лодке нельзя. То есть они просто вытекают напрямую. В плане экологии все зависит напрямую от вас. Если вы считаете, что этот данный порошок нарушает экологические нормы, вы можете покупать биоразлагаемые порошки. В Европе их полно. В принципе везде можно купить, кроме каких-то там стран типа Попоу, Новая Гвинея. Но можете запасаться с собой, то есть если вы на этом сильно заморочены. Но обычно все происходит следующим образом. Люди просто приходят, покупают то, что есть и пользуются тем, что есть. Таковы современные реалии в яхтинге. И теперь давайте вернемся к черным водам. Черные воды это то, что вы погадили и смыли. И здесь есть нюансы. То есть есть морпол, но там больше идут регламентации касательно больших коммерческих судов. В плане яхтинга все немножко происходит по-другому. Суперяхты можно отнести к пограничным. Между коммерческими судами и маленькими парусными или моторными судами. Давайте я вам расскажу теперь, как в принципе устроен туалет на лодке. Собственно вот есть ваза, на которую вы садитесь или делаете все ваши дела стоя. После того, как все произошло, у вас есть две кнопки. Первая кнопка, она одновременно и сливает воду, и наливает. У вас, грубо говоря, идет один цикл, когда гриндер все перемешивает и выпускает в трубу, которая идет в холдинг танк, если он есть. А вода набирается забортная. Если же у вас идет промывка пресной, значит у вас из общего бака для воды набирается пресная вода. И все происходит точно так же с пресной водой. Преимущество при сливе с соленой водой. У вас идет полная экономия, то есть вам не нужна пресная вода для того, чтобы смывать туалеты, а это большой расход. В случае, если у вас пресная вода, нету такого эффекта, как кальцинация. То есть трубы, которые идут от туалета, за счет того, что по ним постоянно проходит соленая вода, Соль остается на стенках и со временем она становится все меньше, 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 то есть происходит кальцинация. Поэтому здесь вы должны для себя выбирать либо менять трубы, либо все-таки делать воду. То есть это уже выбор такой. В новых, кстати, Benito 46.1 есть возможность слива соленой водой, а потом нажимается кнопочка и сливается, и получается смыв, ринз, промывка трубы пресной водой. На мой взгляд, это очень удобная функция. Далее, труба после унитаза, стоит обратный клапан, вот вы видите на картинке, как это происходит. То есть там идет такой лепесточек, с одной стороны проходит вода и все, что в ней, он закрывается, и когда идет давление с обратной стороны, он не дает всему этому протекать обратно. То есть в односторонний клапан, обратный клапан, который не дает всему этому возвращаться. То есть, грубо говоря, вы его прокачиваете, гриндер это все мелит, измельчает, смешивает с соленой водой, дальше подается через трубку с обратным клапаном, и оно попадает все в холдинг танк. В холдинг танке снизу есть забор с большим вентилем, который обычно находится под раковинами, под умывальниками, когда он перекрыт, все становится копиться в танк, а когда вы его открываете, все пролетает наружу, и, собственно, оно сначала попадает в танк, а потом из него выходит наружу. У меня, кстати, подключена стиральная машинка тоже в танк, потому что, когда мне нужно постирать, я заодно ищу и мою холдинг танк порошком. То есть, мне кажется, это удобно. Кстати, благодарю за подсказку, это мне подсказал наш зритель, подписчик на ютубе, и мы сделали эту систему реально очень круто, мне очень нравится. В случае, если холдинг танк переполняется, сверху есть клапан, через который под давлением это все сбрасывается наружу на уровне борта. Я когда-то раньше уже показывал в роликах, но это просто выливается и таким фонтаном вылетает все наружу. То есть, вот по такому принципу работают, собственно... О, дети балуются. Выпал с оптимиста. Ну, есть, собственно, две системы туалетов. Это электрический, такой, как у нас. То есть, когда нажимается просто кнопочка, и набирается и сливается одновременно вода. И есть еще механический, у которого такой лепесточек. Сначала накачивается, потом переключается лепесточек, скачивается. У детей там свои разборки. Один рыдает, потому что его старший брат скинул с оптимиста, и он упал в воду. Хотя на оптимисте он должен был туда падать несколько раз. Прямо у них там все острый сюжет, надо же вам заметить. Но мы сейчас с вами отвлеклись. Я вам рассказал только что про два туалета. Механический и ручной. Мы сейчас рассмотрим все-таки правила, по которым вы можете сливать воды. Именно сейчас мы будем рассматривать только правила. На самом деле в мире есть несколько систем, которые говорят о разном. Но давайте возьмем что-то усредненное. Если это обычная лодка, то у вас будет просто возможность хранения черных вод. То есть, грубо говоря, под умывальником у вас есть такой краник. Вы его перекрываете. И все, что вы сливаете с туалета, идет в холдинг танк и там держится. Далее у вас есть две возможности. Первая, это его слить в открытом море. Но здесь есть нюанс, к нему мы вернемся немножечко позже. И второй, это помп-аут. То есть, в маринах, если вы стоите в марине, скорее всего, есть такой шланг. Откручивается крышка. Вот вы видите сейчас на палубе. Она откручивается, вставляется так герметично шланг. Он закрывается и включается. И он вытягивает все, что есть у вас в холдинг танке в систему канализации марины. Если же вы хотите ваши холдинг танки слить в открытом море, есть две опции. Вообще, правила говорят о том, то есть, в Соединенных Штатах, например, вы можете сливать все, что у вас есть в холдинг танках на расстоянии не ближе 3 миль от берега. Скажем, если вы находитесь на Ямайке, Ямайка говорит о том, что все, что сливается за борт, должно быть на расстоянии 12 миль. Вообще, если у вас большая супер яхта, то очень часто на таких больших судах есть система для обеззараживания того, что вы держите у себя в холдинг танках. Также есть такой термин NDZ. Это No Discharge Zone. То есть, вне зависимости от того, на каком расстоянии от берега вы находитесь, есть места, там, скажем, где риф живой, либо еще что-то, либо национальный парк, там вы не можете открывать холдинг танки вообще, и за это бывают крайне большие штрафы. В больших супер яхтах очень часто они оборудованы такой системой, как МСД. То есть, это Marine Sanitizing Device. То есть, после того, как вы сливаете воду в туалете, она проходит через Sanitizing Device, который добавляет туда антисептик. То есть, грубо говоря, все бактерии, которые есть в фекалиях, они просто убиваются, потому что туда добивается специальный состав. То есть, грубо говоря, там, хлорки туда бухнуть в какой-то пропорции. И мы это говорим, что Sanitizing Device работает при смешивании с соленой водой. Потому что я не слышал, чтобы Sanitizing Device работал с пресной. Но здесь есть момент. Если вы находитесь в акваториях типа Ямайки, в которых вы должны выходить на 12-мильную зону для того, чтобы слить свои антриты-какашки, если у вас есть Sanitizing Device и вы смешиваете это все с морской водой, то расстояние 3 мили, это по, ну, собственно, по всем морским регламентам, как это происходит. То есть, давайте подведем итог. Если у вас просто обычный туалет, в котором вы сливаете проточной или пресной водой, у вас нет Sanitizing Device, то вам нужно отходить на 12-мильную зону, если вы находитесь, скажем, в Европе. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, это 3 мили. В регионах, которые очень сильно следят за своей экологией, 12 миль – это для сливов танков, которые смыты пресной водой без Sanitizing. И 3 мили, если они... Нет, 2 мили. 2 мили, если они смыты соленой водой через Sanitizing Device. Поэтому я вам показываю сейчас картинку. На ней будет 2-3 мили. Это так усредненное значение, потому что в каждом регионе это отличается. И 12-мильная зона – это в любых регионах. То есть, вы выходите просто, грубо говоря, из территориальных вод и сливаете свои танки. Но по большому счету, я не думаю, что это имеет какое-то значение, потому что так далеко отходить, это нужно быть сильно поведенным уже на экологии в своем регионе. 3 миль более, чем достаточно, потому что в лодках... Это же не контейнеровоз слить и не круизный корабль слить. Но на самом деле, насколько я знаю, они вообще не сливаются. То есть, их можно откачать только памп-аутом, чтобы во многих коммерческих судах нет вообще возможности открыть и слить все наружу. Это можно делать только с помощью специальных устройств. Ну а теперь давайте все-таки мы посмотрим немножечко на реальность. Я вам расскажу, как все вообще происходит. Вообще, по правилам в маринах холдинг-танки должны быть закрыты всегда. И если вы хотите пользоваться туалетом в марине, то нужно ходить именно в марину, в душ и в туалет. Но в многих лодках, особенно если это марины находятся не в бухтах, а все-таки вот как, допустим, мы сейчас находимся, а на проточном течении, я думаю, что практически никто не пользуется холдинг-танками, хотя это и запрещено, но реальность такова, что здесь есть течение, все промывается и за один слив нету такого большого количества того, что попадает за борт. Так как здесь не купаются и количество этого всего небольшое, то я думаю, что практически никто в марине холдинг-танки не перекрывает, тем более здесь нету возможности откачки. Теперь давайте рассмотрим то, как это происходит на якорных стоянках. На якорных стоянках я вам гарантию даю, если особенно там еще много лодок, никто холдинг-танки не перекрывает никогда. За исключением, когда, допустим, в этих местах большое количество туристов, то есть они выходят, приезжают, купаются, тогда, если лодка оборудована холдинг-танками, танки перекрываются на день, а ночью делают бульк и все сливают, поэтому, когда только темнеет, сразу такой душок идет по якорингу, но ночью обычно никто не купается. Поэтому имейте в виду, что так происходит, плюс, опять же, если лодки старые, а их большинство на якоринге, особенно в регионах, вот типа, где мы стоим, они вообще могут быть не оборудованы холдинг-танками, никто по этому поводу не заморачивается. Поэтому, когда вы идете купаться, смотрите внимательно, где вы становитесь. Если лодочки старые, то нужно быть внимательным, что кто-то может сливать. Если все-таки лодки более современными, есть шанс, что люди будут более сознательными и будут закрывать это все хотя бы на день. Но есть места, скажем, национальные парки, в которых за этим конкретно следят. Можно попасть на большой штраф, 500 тысяч долларов за то, что вы слили туалет, потому что это национальный парк, и здесь действуют другие правила охраны, которые направлены на сохранение окружающей среды и флоры, и фауны в данной акватории. Ну что, я так понимаю, я вам вкратце рассказал о том, как это действует по правилам и как это действует в реальности. Поэтому, когда вы в следующий раз увидите, где мы будем стоять, я думаю, что у вас уже будет приблизительное понимание, как это все работает. Ну что, я надеюсь, сейчас стало все более или менее понятно. Обнимаю. Не забывайте подписаться, проверьте колокольчик, ставьте лайки. И до встречи уже через несколько дней. Надеюсь, что и в дальнейшем я буду вас соинформировать и рассказывать о всем, что происходит в яхтенном мире и как это здесь все устроено. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова